всем здравствуйте меня зовут елена и вы на моем канале самопознание тема сегодняшнего нашего расклада будет касаться выбора эту тему меня просили сделать двое человек тату и елена как он звучали вопросы немножечко по-разному но суть одна но прежде чем мы приступим к раскладу я хочу буквально несколько минут вот вам что сказать почти в каждом своем раскладе я говорю о том что если вы хотите прийти ко мне на обучение на консультацию на пятничный акцию на штаб ввод на любую мою услугу вся необходимая информация есть в описании к этому видео описание это не значит первый комментарий это значит описание под этим видео есть маленькая стрелочка под видео правом углу нажимаете вам выходит описание там есть абсолютно вся информация есть ссылка на список раскладов которые вообще есть на моем канале есть ссылка на мои услуги сколько как что все подробно расписано есть ссылка на мои соцсети скорее всего на instagram потому что все остальное я закрыла есть вся есть ссылка на мою почту есть вся необходимая короче говоря информация а я извиняюсь о тех слушателя который достаточно внимательный каждый раз это слышит и я понимаю что вам это надоело мне сама надоело про это говорить но всегда найдется точка и который будет задавать мне этот вопрос это знаете из той категории что пока мне не актуально я эту информацию пропускаю мимо ушей а потом когда актуально ну зачем я буду что-то слушать когда легче задать в комментариях этот вопрос так вот еще раз скажу наверно в каждом раскладе любая информация касательно меняемых услуг есть в описании к любому абсолютно моему раскладу это один момент и второй момент напоминаю что на этой неделе в пятницу я буду проводить акцию те кто уже когда-либо участвовал неважно в какое время у вас есть возможность поучаствовать еще один раз бесплатно отдали уже только на платной основе это новые правила а те кто никогда не участвовал да у вас есть возможность дважды попробовать бесплатно участие пятничной акции ну а потом уже только на платной основе отбрасывайте все свои сомнения все свои скромности мой вопрос не важен не актуален я стесняюсь я боюсь а это как ни странно проявление нашего это отбрасываем то есть если надо приходите то есть вас за это никто не будет осуждать почему бесплатно если есть это акция на есть какие-то определенные правила участия единственная просьба я надеюсь вы ее услышите не прислать мне заявки в пятницу в день проведения акции я вас все равно не приму поэтому постарайтесь до четверга вечера прислать мне заявку на участие в акции опять-таки все что связано с пятничной акции тоже есть в описании к этому видео то есть вам нужно либо нажать на ссылку где я рассказываю про пятничную акцию ну то есть посмотреть ролик либо прочитать опять-таки в моих услугах что как и почему все прописано столько много времени все время трачу вот на для меня в честное слово такая вот эти организационные вопросы но я понимаю что вам-то это интересно и нужно но знаете как говорится по себе людей не не сравниваю да то есть я такой человек когда мне что-то надо я везде все протырку посмотрю поинтересуюсь и только последний момент буду как-то тревожить другого человека ладно не суть я надеюсь с этим разобрались жду вас на пятничные акции жду вас на своих консультациях информация под этим видео все с этим закончили и наконец-таки переходим непосредственно к нашему сегодняшнему раскладу значит позиции у нас будет две два камешка зелененький и голубенький потому что я не знаю сколько по времени займет расклад поэтому подстраховываюсь на две позиции чтобы не было слишком большой значит первая позиция у нас голубая вторая позиция у нас зелененький камешек то есть голубенький камешек зелененький камешек первая позиция вторая позиция, выбирайте я сегодня возвращаюсь к нашему классическому колоде райдера, да, классики сегодня хочу сделать на ней вот, и хочу попробовать сделать на колоде театр кукол посмотреть, как-то вот знаете непривычно мне эта колода, как-то вот я еще в пребесе ее приобрела а подружиться с ней как-то вот еще не смогла, посмотрим в принципе в бытовых вопросах как она сегодня смогу ли я с ней работать то есть вопрос не в колоде, а вопрос в самом тарологе, то есть колоды все прекрасные все замечательные здесь суть заключается непосредственно в самом тарологе, как он может взаимодействовать с колодой с информацией, да значит, что мы с вами будем сегодня смотреть, я даю вам время, чтобы вы определились с позиции посмотрим сигнификатор с начала ситуации да, если то, что ситуация будет описана, если она вам созвучна есть два варианта вариант номер один, если созвучно вы смотрите вариант номер два, если не созвучно это не значит, что вам не нужно слушать да, здесь знаете, какая вещь может быть не то, что вам не подходит то есть если вы выбрали эту позицию, там есть какая-то цена случайностей не бывает в нашем мире но если вы в процессе слышите, что вам не созвучно это значит, что а, либо вы не готовы услышать эту информацию поэтому от нее открещиваетесь и б, вы слушаете и наверняка есть какая-то информация в этой позиции, которую вам сложно принять то есть, как вы поймете проще говоря, нужно вам ее слушать или нет а, это откликается или нет и б, если есть любая реакция независимо от того, она позитивная, положительная, негативная, плюс-минус то есть, позиция считается, мое мнение не ваша, только в том случае когда у вас нет абсолютно никакой реакции то есть, вы никак не реагируете на то, о чем я вам говорю если хоть что-то какое-то слово, какая-то идея, какая-то мысль вас зацепила это говорит о том, что это ваша позиция то есть, вы не ошиблись, здесь не может быть ошибок любая реакция, которая вас зацепила это показать того, что вам надо с этой позиции работать единственное, что может быть это то, что иногда мы не принимаем информацию то есть, мы не готовы либо есть у нас какие-то качества которые нам блокируют эту информацию ну, проще говоря, есть какой-то эгоизм и я не соглашаюсь ну, это отрицание нашего ума данной ситуации навязывать ничего не буду сами взрослые люди, решайте, определяйтесь да, я за зрелость, я за взрослость так, итак, мы приступаем значит, зелененький камешек это вторая позиция, я откладываю позиция номер один, голубенький камешек итак, сначала мы посмотрим с вами сигнифетокатер ситуации суть расклада, что выбрать да, здесь не какой путь выбрать а здесь есть некая ситуация неопределенности, да, некая развилка не перекрестка, а именно развилка и у нас есть предполагаемые два варианта действий, да что будет, если я пойду по варианту А и что будет, если я выберу вариант Б и мы с вами посмотрим что и как итак, сигнификатор ситуации смотрите, ситуация здесь такова, опять-таки не слушаем слова слушаем состояние и реакцию есть некая такая ситуация и вы настроились которая вам приятно которая была вам комфортна понятно вы какое-то время продолжительное находились в этой ситуации но потом к вам пришло либо понимание либо осознание, что что-то нужно поменять скорее всего здесь была какая-то идея и у вас появилась цель да, что хочу что-то поменять то есть ситуация заключается в том что была некая стабильность и в дальнейшем какая-то информация какая-то идея какая-то мысль включила в вас процесс движения то есть вы захотели что-то поменять ситуация как раз таки карты показывают, да, выбор ситуация связана с каким-то эмоциональным выбором то есть здесь однозначно как-то включены либо какие-то чувства и эмоции это один вариант либо эта ситуация как-то связана с вашим прошлым то есть это не новая ситуация это не то, что вам что-то новое как-то неожиданно предложили это то, что уже было у вас в прошлом и вот вы встали знаете, как будто бы какие-то возможности у вас открылись как будто бы появился некий потенциал, вариант и вот вы находитесь действительно в раздуме что вам выбрать, да, куда пойти примерно ситуация выглядит так сейчас я хочу посмотреть прошлое то есть которое привело вас к этой развилке к этой ситуации, да мы посмотрим, я выращу 4 карты это будут поступки, мысли, желания и надежды то есть то, что привело вас к нынешнему состоянию значит, первое у нас, что здесь поступки, да какие-то действия, которые привели вас именно к развилке знаете, какие-то действия, в которые вы вкладывались действия, они были достаточно надежные, стабильные, постоянные здесь я могу предположить, что была какая-то ситуация когда вы были достаточно расслаблены, уверены, да как говорится, в завтрашнем дне у вас была опора это очень схоже на то, что когда мы ходим на работу каждый день то есть у нас есть конкретная работа и мы знаем, что завтра мы пойдем на нее послезавтра пойдем на нее до тех пор, пока, допустим, нас не уволят то есть здесь есть какая-то стабильность, известность, постоянность, да это было связано с вашим ресурсным состоянием то есть там было все хорошо, вы чувствовали себя достаточно человеком, который стоит достаточно прочно на своих ногах все понятно, все известно, все стабильно как-то, знаете, так вот постепенно вот, есть некая такая опора но вот в этой ситуации, да, наступил какой-то вот период когда все как будто бы перевернулось с ног на голову либо в какой-то момент вы поняли, знаете, вот были такие мысли что либо ничего не происходит, вот какое-то зависание я не знаю, что делать как-нибудь либо была какая-то остановка то есть есть некая реальность известная, да, уже понятная уже какой-то протоптанный путь и вдруг неожиданно произошло что-то когда все как будто бы остановилось и ничего не происходило вот некая такая, знаете, некое такое зависание вот здесь ощущение того, что все было хорошо, да как говорится, ничего не предсказывало какой-то грозы и вдруг неожиданно, вот вы как будто бы попали в какое-то шоковое состояние, да здесь идет такое ощущение, что что ли вам сказали то ли вы что-то узнали, какая-то новость, да ну вот прям точно, как на работе, да что, допустим, вас увольняют, да либо идет какое-то сокращение либо какая-то вот информация неожиданная и вот ваша первая реакция, она такая шоковая, да а как теперь, что теперь, то есть вы замерли в непонимании, в недоумении, что происходит, как мне быть и как я теперь буду жить вот здесь вот примерно какое-то такое ощущение и вот только замирание, да то есть на вопрос, какие мысли у вас были вот здесь как будто бы мыслей никаких не было конкретных а ощущение, вот как будто бы у вас ситуация отвисла да, это вы идете и вдруг неожиданно тишина и она вас пугает, потому что вроде бы были шумы города и вдруг неожиданно ничего и вы растерянны, вот здесь некое такое состояние растерянности я не знаю, как себя вести и я не знаю, как ну выбили почву из-под ног я не знаю, как теперь мне быть то есть резко все изменилось скорее всего даже не то, что изменилось а застыл и замерло, ничего не происходит и тут у вас появились какие-то вопросы какие у вас желания были в прошлом которые привели к этой ситуации нынешней здесь желание как-то после вот этого замирания да, у вас были скорее всего мысли о том а как я буду, а что я буду и вот появилось, да, постепенно начало появляться какое-то вот такое детское желание знаете с одной стороны как будто бы как груз с плеч упал и появилась как будто бы какая-то надежда здесь я не могу сказать, что у вас появилось какое-то желание но здесь как будто бы, знаете, первая звезда загорелась на ночном небе и было такое сначала ощущение, что ой, все плохо, ой, все я плохо я не знаю, как я себя буду вести, что я буду делать а потом где-то загорелась какая-то искорка внутри вас какая-то надежда, что а может все-таки это к лучшему а может быть все-таки, знаете, какие-то вот детские воспоминания прошли может быть какие-то планы появились те, которые вы когда-то хотели что-то сделать вот здесь вот такое вот ощущение, знаете, вот именно детского состояния ну вот как предвкушение, да, как бывает, когда вы ожидаете чего-то и очень-очень надеетесь на то, что все получится так, как вы хотите вот здесь вот какие-то такие желания были но они больше были связаны, знаете, с состоянием вашим именно эмоциональным, душевным каким-то вашим состоянием здесь не то, что желания были какие-то материальные это не было связано, может быть, знаете, такая идея о том что, ну, уволили, уволили, дали какую-то компенсацию и я хоть поеду в отпуск, да, то есть наконец-таки за долгое время я смогу поехать в отпуск, да, в места своей какой-то вот мечты, да в нынешней, которые я когда-то хотела то есть, да, с одной стороны, допустим, останусь без работы но с другой стороны, точнее, хоть отдохну, да хоть наполнюсь душевно и здесь то, что касается надежд здесь такое, знаете, ощущение, что какие-то переживания у вас появились опять-таки скажу, ситуация такая, да как говорится, нет худа без добра то есть, с одной стороны, да, у меня открываются возможности я теперь могу сделать то, что я хочу а с другой стороны, есть вот какое-то, знаете, ощущение того, что я как будто бы надеялся на на то, что вот допустим, я была работа я могла копить деньги, да, и там куда-то поехать, что-то делать и теперь нет работы и как я теперь то есть, вот здесь какие-то волнения, переживания появились и я не могу сказать, что у вас надежды как-то рухнули но здесь, скорее всего, легкий такой испуг у вас был это то, что было до того, как случилась с вами та ситуация, которая случилась теперь я хочу посмотреть развилку, да то есть, у вас есть уже готовый некий такой выбор и мы посмотрим, что будет, если вы выберете вариант А я выложу здесь 4 карты на вариант А и выложу на другой колоде, чтобы как-то отвечать на себя также 4 карты на вариант Б и вы посмотрите так, отодвигаем и смотрим ваше ожидание, да, что будет, если вот выберете вариант А ну, вы надеете, что это будет самый правильный вариант, да вы ожидаете, что все будет очень хорошо, все будет позитивно что все будет стабильно потому что, возможно, у вас будет какая-то поддержка и помощь от вашей семьи что вы справитесь с этой ситуацией что так или иначе, вырублите, что вот то, что произошло это действительно вам во благо потому что десятка пиндаклей в принципе, это последняя карта в колоде которая говорит о том, что вот уже произошел какой-то переход, да, вот завершение очень большого глобального этапа вашего развития то есть вот ваш опыт он уже настолько богат, да, вот равен вот этим десяти пиндаклям что вы уже совсем можете справиться, да вы уже достаточно мудры, у вас есть и знания, у вас есть опыт, у вас есть семья у вас есть почти все стихи, которые заложены в данной карте и говорящие о том, что с одной стороны это вроде завершение, да, апогей какой-то а с другой стороны это действительно переход, когда все можно начать заново и вот вы, я могу сказать, здесь позитивно настроены, да, это ваше ожидание что все будет хорошо, что я справлю, что я смогу и я уже способен, и я готов, и у меня есть ресурсы на то, чтобы справиться с этой ситуацией если я выберу вариант А дальше, а что будет в реальности? что будет в реальности? здесь такое ощущение, что будет очень много таких ситуаций, когда вы, вы знаете, вот как от мул будете отталкиваться отгонять этих мул, да и в реальности вы придете к такому состоянию, когда вам нужно будет как-то внутри себя успокаивать себя то есть в реальности вы столкнетесь с тем, что будет очень много сомнений а действительно ли это так? а действительно я выбрал правильный путь почему, откуда вот эти вот сомнения вот эта вот неуверенность она будет связана с переменами с тем, что вы выбрали и здесь придется очень много знаете, вот такое ощущение, что входили вы в эту ситуацию с какими-то надеждами, да а по факту столкнулись с какой-то реальностью достаточно жесткой достаточно такой прагматичный и вот вам будет как-то здесь будет очень много сомнений у вас в голове вам нужно будет не то, что все просчитывать, а вот все продумывать здесь такое ощущение, что шаг влево, шаг вправо расстрел, да то есть здесь нужно будет просчитывать каждый шаг продумывать то есть не будет такой возможности вот эмоционально где-то пофантазировать помечтать нужно быть действительно прагматиком реалистом и здесь у вас могут всплыть знаете страхи вот по сути ситуация в реальности вам будет даваться не так легко почему? потому что вам нужно будет справиться с самим собой поскольку этот опыт да вот здесь вот вариант а говорит о каком-то новом опыте да то есть то, что вы выбрали это будет нечто новое это будет действительно как будто бы ваше перерождение начало с самого начала как говорится масло-масляное и здесь вам нужно будет преодолеть само себя как-то вот примирить здесь не то, что это внешние какие-то ситуации да будут либо люди будут влиять на вас а здесь вам нужно будет найти как-то внутреннюю гармонию вот вам неспокойно как говорится будет на душе и это не то, что какие-то волнения да без причин либо переживания а здесь больше вы столкнетесь с тем, что этот опыт он для вас новый и вы не будете как будто бы знать как себя вести то есть в вашем программном обеспечении не будет такой программы которая вам будет подсказывать и это вас будет немножечко пугать я не могу сказать что здесь вас будет пугать ответственность а знаете здесь вот как будто бы вот вы такое ощущение что тот путь который вы вот здесь выбрали по позиции номер один это действительно верно потому что рядом с солнцем выпадает девятка педалки и та и другая карта да они прекрасны они говорят как раз таки о психической какой-то такой целостности да но у нас идет ваше ожидание от реальности откат от десятки в девятку наоборот у нас такое ощущение что вот вы будете закрываться здесь нужно иметь ввиду что если вы будете закрываться от людей от каких-то возможностей да то вы будете терять то есть ощущение то что да я стремился я хотел этого а потом когда столкнулся испугался и стал закрываться в семье и не совсем понятно как же мне теперь вести с себя и вот здесь вот это как раз таки делать не нужно то есть не нужно закрываться а не нужно закрывать как-то может быть скрывать какие-то свои способности если мы говорим о профессиональной сфере да я не буду как 현재 выбрать инициативу на себя я не буду выскочь и показывать свои способности потому что вдруг мне дадут больше ответственности, а я с этим не справлюсь. Вот здесь вот, а нужно ли оно мне, или не нужно? Вот здесь вот какие-то вот такие вот моменты выходят. Но я бы сказала, это больше вот какие-то ваши внутренние ограничения, которые так или иначе нужно было менять. Поэтому реальность ваша будет таковой. Дальше, что поспособствует реализации этого варианта? Вот поспособствует как раз таки вот это вот, знаете, ощущение некого внутреннего баланса. То есть вы сможете справиться, если вы не начнете сами себя пугать, запугивать и как-то буламутить воду в своем пространстве. Верховная жрица – это архетип человека, знающего и ведущего достаточно глубокие вещи. Человек, который может взаимодействовать с пространством. Человек, у которого очень хорошо развита интуиция. И вот здесь вот, если мы говорим поспособствовать, здесь вот такое ощущение, да, меньше слов, больше дел. Вот сакцентируйтесь для того, чтобы реализовать вариант А больше именно на каком-то вот, на вашем внутреннем вот этом вот состоянии. Мне сказали, я сделаю. То есть не нужно проявлять, если мы говорим о профессиональной сфере, я не знаю почему-то мне здесь в уголь профессионально, как-то кому-то что-то доказывать, кому-то что-то показывать. Вам дали задание, вы ему пошли и спокойно выполнили. Не надо вот как-то нарваться на рожок, потому что здесь ощущение того, что от того, что вы боитесь, как будто бы ваша защита будет такая вот, атаковать, да. Вот я колкий, потому что я боюсь, и вот чтобы никто на меня не напал, я лучше сам отойду в сторонку, закроюсь. Вот здесь вот какое-то вот взаимодействие будет, не то что вы копьёте колючие, а здесь такое ощущение, что вот вам нужно научиться адаптироваться, да, вот взаимодействовать, не подстраиваться под обстановку, а именно взаимодействовать, и желательно поменьше говорить, побольше делать. Включать, вот знаете, больше такую дружелюбность, не бояться, не бояться выходить на контакт. Вот здесь вот я, вы знаете, я не вижу какие-то проблемы, но вот у меня идёт интуитивно такое ощущение, что вот вы как будто бы будете бояться коллектива, вдруг будет какой-то подвох, что скажут, я не заслушана, это место взяла, ну, есть там предложение, да, по работе. Вот здесь вот больше праздника, больше лёгкости, больше коммуникации, больше общайтесь, не бойтесь вот вливаться как-то в коллектив. Не бойтесь, вот, как раз вот, ну, проходит вот по всей этой позиции, не бойтесь проявлять инициативу. Есть у вас эти вот, знаете, лидерские качества, будьте с собой, вот хочется сказать, будьте с собой, поставили перед собой цель, идите к ней, но идите не напролом, а как-то вот в удовольствии, да. Не сходите с пути, у вас будет такое ощущение, что здесь у вас будет проверка вашего эго, и вот здесь важно не сломаться, не отвлекаться на ненужные вам какие-то вещи. Поставили цель, идите к ней. Так, и какие уроки вы здесь будете проходить? А здесь действительно как будто бы такое ощущение, что какой-то урок свыше, подаренный вам, который говорит о некой такой вашей ценности. Здесь урок у вас будет именно какой-то, он будет связан как-то с коммуникацией, как-то с общением. Вы открытый человек, да, вы такой добродушный, но иногда бывает так, что какие-то вот у вас есть ощущения того, что вас оценивают. Вот урок здесь по самооценке у вас будет проходить, да, по пониманию своей ценности. И если вы не будете уходить в эгоизм, да, значимости своей, и в то же время будете идти не в перекос, типа я ничего не значу, да, я вообще никто, то есть не нужно ни в одну сторону уходить, ни в другую, то все будет хорошо. Здесь у вас проверки идут, то есть на вашем пути. Насколько... С одной стороны вам говорят, не надо открываться, незнакомые вам люди, а с другой стороны вам говорят, не надо даже и закрываться. То есть показывайте вещи так, как они есть, не старайтесь себя выпячивать, но и не закрывайте, не скрывайте того, на что вы способны. Здесь урок становления вас, вас именно как личности. Не бояться проявлять инициативу, да, вот здесь вот все про это. Поэтому я и говорю, что здесь больше какие-то профессиональные, профессиональная сфера идет. Давай теперь посмотрим вариант Б, ваши ожидания. А вот вариант Б у вас говорит, да, карта выпала восстановление, она как раз и говорит о том, что здесь наверняка вы ожидаете, что вот эта вот прошлая ситуация, от которой вы ушли, что она восстановится, что все изменится, достаточно только подождать, придет время, и все будет хорошо, и все будет так, как нужно. Здесь как будто бы нужно подождать. А в реальности? А в реальности шестерку поиска, а в реальности наоборот надо искать, надо искать решения, да, причем и разные решения, разные возможности. Что способствует реализации варианта Б, то есть восстановление, да? Ну вот здесь, знаете, а что это способствует? Скорее всего, не в плюсе, а в минусе, вот ваши какие-то проекции страхи. Здесь получается показ, вот как раз таки, что вы боитесь пойти вот в этот вариант А, потому что здесь что-то новое, и вы проецируете вот эти вот ваши страхи, идти в новое, и поэтому у вас идет вот это, вы знаете, ощущение лучше, там, где известно, понятно, да, пускай не так хорошо, но я подожду, и там все выровняется. Как-то вот вы себя занимаетесь самообманом, тешите какие-то свои надежды. А будет ли это? Я имею в виду, будет ли восстановление? Ну здесь, вам знаете, карта королевы энергии, жизнерадостность, говорит о том, что наоборот, то есть с одной стороны здесь идет непонимание, да, а с другой стороны, ну как-то вот при украшении, какой-то самообман, а с другой стороны вам говорят, нет, надо как-то больше радоваться, да, не надо ничего ждать, не надо ни на что надеяться, нужно просто жить сегодняшним моментом. У вас куча неиспользованных возможностей, то, что уже зажгли когда-то, оно уже отгорело, оставьте это позади, идите дальше, занимайтесь своей жизнью, то есть станьте независимы, не придумывайте того, чего нет. И какой урок вы должны были выучить из варианта В, так интересно, здесь тоже верховная жилица, вы были в позиции урока. Карта созерцания, какой урок? здесь вот ощущение того, что эта ситуация, она уже отжила себя, то есть не держите за второй вариант, вот здесь он прям так четко показывается, да, то есть переосмыслите то, что у вас было, возьмите оттуда самое позитивное, то, что вам нужно, опыт, может быть, какие-то знания, и оставьте это позади. Ищите любое, здесь нарисован глупус, да, и марионетка, которая, кукла, которая держит в руке лупу, то есть у вас есть возможность рассмотреть новые возможности, то есть перед вами целый мир. Вы можете тыкнуть пальцем в любую точку мира, как говорится, да, и двинуться туда, то есть единственное, что вас ограничивает, это вот ваше желание, ваш выбор, куда мне пойти, что мне делать, поэтому здесь урок был, скорее всего, даже связан с выбором, да, с научением, с умением правильно делать выбор. Причем, знаете, не просто делать выбор, а с легкостью идти абсолютно в новое. У вас вот эта ситуация, вся, которая с вами произошла, так интересно, как-то рассказывает. Зря я наговаривала на колоду. Очень интересно рассказывать о том, что вам не хватало легкости в принятии решения, то есть легко оставлять позади то, что уже отжило. Уметь вовремя, уметь вовремя ставить точку, не держаться за то, что уже было. Видимо, здесь в прошлом вы, то есть если бы не случилось той ситуации, которая с вами произошла, вы бы не пошли в новое. То есть здесь вас вынуждили, видимо, давно уже ждали, ждали, ждали что-то, а потом уже вмешались с высшей силой и создали вам такую обстановку, когда поставили вас перед фактом, что выбор все равно нужно делать. И урок здесь был как раз таки в том, чтобы вы научились сделать выбор очень легко. Шли в новое, не боялись оставлять людей, оставлять какие-то возможности, ситуации. То, что уже отжило. Не бойтесь поставить первыми эту точку. Идите только вперед, да, не надо за вот это вот ощущение, а я подожду, а вдруг, почему? Потому что здесь известно, вот причина, то, с чего мы начали в прошлом, да, что в прошлом поступки, какие у вас были, у вас было все отработано, у вас было все понятно, известно, короче говоря, болото. и ситуация в нынешнем, она краски связана, что да, было хорошо, было весело, но это болото, там не было развития. И должна была произойти ситуация таким образом, чтобы вытащила вас, поскольку вы самостоятельно бы не вышли из этой ситуации, ну, не захотели бы ее поменять. Зачем менять, когда меня, типа, все устраивает, хотя внутри, возможно, ничего не устраивает. Ну, вот такой вот был первый вариант. Я не буду вытаскивать советов, мне кажется, и так уже все понятно, ну, плюс ко всему, я не люблю советы. Позиция была направлена больше на то, чтобы вы задались вопросом, увидели какие-то свои уроки, над чем вам нужно поработать, что вам нужно сделать, подумайте, если у вас есть вот этот вот сценарий ожидания, откуда он у вас появился, и если он есть хотя бы в одной ситуации, вот вы выжидаете вместо того, чтобы действовать, имейте в виду, что вот эта вот модель мышления, да, она у вас, эта программа, она у вас существует, и вы будете так действовать во многих, во многих ситуациях, то есть это может касаться и отношений, и здоровья, я лучше, допустим, здоровья, да, подожду, когда там что-то у меня изменится, а потом только, когда уже совсем плохо будет, тогда я пойду к врачу. Если мы говорим про отношения, я подожду, если этот человек сделает первый шаг, окей, но я первая никогда не сделаю там на примирение, или еще что-то, даже если мне этот человек нравится, то есть вот здесь вот этот сценарий, я буду реанимировать то, что уже не надо реанимировать, имейте в виду, что он ни к чему хорошему не приходит, то есть вас здесь будут обучать, и очень жестко тому, что вас будет забирать то, что для вас достаточно важно, достаточно значимо, чтобы вы научились в конечном итоге легко относиться ко всем вещам, ко всем ситуациям, то есть с легкостью расставаться с этим, а не сидеть и ожидать, когда и что, и как можно реанимировать в той или иной ситуации. Вот здесь вот такие уроки, просто пересмотрите свою позицию, посмотрите, где вы так поступаете, в каких ситуациях, и подумайте, подумайте над этим, над этими уроками. И краска здесь капнула красную, поэтому я не отираю. Итак, позиция номер два, зелененький камешек, мы переходим к вам, значит, сигнификатор вашей ситуации на данный момент, что у вас за ситуация? Слушаем с состояниями сердца. У вас ситуация связана слегка разки со становлением себя, со своей, знаете, какой-то некой такой независимостью. Но дело в том, что вот эту вот свою независимость вы проявляете достаточно жестко, достаточно агрессивно. То есть здесь есть какие-то моменты, которые вы подавляли в прошлом, и у вас сейчас появилась цель получить то, что вы хотите любой ценой, очень-очень жестко. То есть здесь проявляется какое-то бунтарство. Бунтарство у нас всегда появляется, когда до этого был какой-то некий застой, не важно это в плюс, либо в минус, то есть хороший или плохой, но когда ничего не развивается. И вот тогда проявляется, вот здесь у меня мысль идет об бесконечном вот этой диалоге между родителями и детьми, вот в этом разрыве, то, как себя ведут взрослые, и как себя ведут дети, и потом, когда дети вырастают, абсолютно так же ведут идентично со своими детьми. То есть вот это вот бунтарство по пятерке мечей достаточно жестко. Здесь, возможно, если мы говорим о бытовом уровне, произошел какой-то конфликт, какая-то ссора, какое-то разногласие. Причем разногласие, ну, как вариант, может быть, женщины, коль выпадает королева жезл, но мы не будем привязываться именно к фигуре, а именно разногласия в каких-то ваших, возможно, желаниях, амбициях, пониманиях. Вот здесь вот именно как раз взаимодействие, коммуникация. То есть была какая-то ситуация, в которой произошла ссора. Ссора почему произошла? Потому что не было понимания. То есть, возможно, вы были бы и согласны с тем, что говорит другой человек, но вам как будто бы захотелось доказать свою правоту, вот как говорят, без просмусов. Здесь вот такое вот ощущение. Почему? Потому что пятерки у нас всегда, находясь в тревосферах, в сфере Гвура, сопоставляются с планетой Марс. Марс – это такая планета достаточно жесткая и достаточно агрессивная. То есть здесь император, который берет все, что он хочет силой, не потому что это справедливо, а потому что это справедливо с вашей точки зрения. То есть я это получу не потому что это будет во благо многим, а потому что это будет во благо мне, потому что я так хочу. Опять-таки отсюда прослеживается некая такая жесткая, то есть меня достали. То есть неважно, если я кого-то там обижу либо оскорблю, но я уже не могу. Такие бывает, у нас идет такая энергетика, знаете, ощущение состояния, что все достало, уже хватит, я уже столько времени тебе говорил, не обращала внимания, и вдруг вот как озверевший, я говорю, человек, который уже потерял контроль. И неважно, что я тебя обижу, но я хоть успокоюсь. Здесь вот какая-то вот такая вот ситуация, энергетически считывайте, да, по состоянию. Хорошо. Прошлое, которое привело вас к этой развилке. Да, что вам делать здесь, имеется в виду, после этой ситуации, что привело к этому? Так, четыре карты, что привело к этой развилке? Значит, первая карта у нас будет говорить о поступках. Но что привело? Вот и башни и вылезло, да, как раз таки. Причем башня, это тоже Марс, это тоже некая такая воинственность, да, неожиданно. Как тайфун пришел, налетел, всех побил, всех разбросило полган, все-все ясно, все понятно. Что-то здесь такое, да, какое-то неожиданное разрушение, где-то кто-то с кем-то не договорился, сказали слова, может быть, обидно. Знаете, здесь с одной стороны такое ощущение, что сказали, не подумав, а с другой стороны и в каждой, как говорится, шутке есть доля истины, и эта ситуация должна была произойти, потому что, если бы она так не произошла, вы бы долгое время копили, и вот правда, как говорится, да, она бы не всплыла на поверхность. То есть, все, что не делается кучу, вот в данном случае, это действительно так, то есть, вот эта ссора, это конфликт, это разногласие, это ситуация неожиданная, которая произошла, она должна была случиться, потому что она принесла некое такое очищение. Очищение внутреннее, да, эмоции, да, не смог проконтролировать, но пусть будут какие-то потом негативные переживания по этому поводу, но все равно какое-то вот облегчение, очищение здесь произошло по башне. Ссоры, расставания, потери, причем неожиданно, жестко, неожиданно, непредсказуемо, очень много слов было сказано обидных, болезненных. Мысли. Какие мысли привели к данной ситуации? А знаете, вот как раз-таки по королю мечей я не могу сказать, что не было мысли о ссоре, да, вот было давно такое желание, да, вот высказать, копилось, причем по королю мечей копилось, так знаете, достаточно хорошо. Король мечей это прекрасный стратег, он просчитывает каждый свой шаг. Это не тот человек, который скажет вам, будет выражать вам как-то свои эмоции, а это тот человек, который скажет, условно говоря, следующее, допустим, на выражение любишь ты меня или нет, этот человек может ответить следующим образом, если я здесь, этим уже все сказано, и это не случайно, что, да, что я здесь, а я уже просчитал свой следующий шаг, как я поступлю, то есть здесь вы долго думали, очень долго думали, как вам быть, как сказать, возможно здесь им возможно здесь были еще такие моменты, прежде чем случилось это все, когда вы ушли в подполье, ушли в какое-то такое затея, шли никому ничего не говорили, думали, ну, оппонент ваш умный, сам поймет, ну, не разговаривают, значит, ну, надо, допустим, там, если это отношение прикатят, сам понял, что мы типа расстали, но вот как оказалось, это было не так, то есть вы здесь отстаивали, какой-то вот, отстаивали свои границы, защищались, то есть вы долгое время не хотели общаться с этим человеком, но, это был один вариант, другой вариант, у вас всегда прокручивался о том, что, а если вдруг что-то случится, что я ему скажу, как я ему скажу, вот вы очень хорошо обдумывали ваши слова, то есть здесь присутствует какая-то, знаете, вот такая холоднокровность, которая даже вот одним взглядом, может убить человека, даже, кажется, и слов не нужно, а достаточно только вот побывать в вашем пространстве, и все понятно. Слова, которые могут очень сильно ранить, и вы знаете эту свою способность, вы знаете эти свои силы, поэтому где-то как-то старались скрыться, долгое время не говорили, держали дистанцию, но все равно это случилось, но вы думали об этом. Какие у вас были желания? Да, желания были на самом деле, которые привели к этому, самые наилучшие, десятка кубков говорит о том, что возможно хотели перейти как-то на другой уровень, да, возможно здесь желание однозначно было какой-то радости, гармонии, может быть, вы хотели, здесь может быть даже и про отношения речь, но если это про отношения, как вариант, возможно хотели прийти к семье, хотели прийти к автосовестному проживанию, более гармоничному взаимодействию, дальнейшему развитию, да, ваших отношений, но этого не произошло, если это речь не про отношения, то в любом случае ваши желания они были, знаете, вот как-то наполнятся эмоционально, да, когда вот просто хорошо, когда мне гармонично, возможно хотели элементарно просто как-то дружить с кем-то, общаться, да, хотели развитие, вот здесь вот речь четко по императрице говорит о развитии, опять-таки, если речь про отношения, хотели статуса, хотели себя как-то больше, чтобы человек о вас заявил, чтобы человек как-то обозначил вас и ваши границы, если не про отношения, то здесь просто хотелось как-то дальнейшего развития, да, если, допустим, профессиональная сфера, то хотелось больше денег, да, хотелось как-то работать, получать удовольствие, да, чтобы признали вас, вот здесь вот расширение, прибавление, расширение, здесь одним словом желания были достаточно благие, такие, хорошие, хорошее, а какие надежды? А вы надеялись, причем, знаете, не просто надеялись на то, что было в вашей жизни, да, вот на эту ситуацию, а вы работали, вы работали, вы вкладывались, причем это был достаточно долгий период, да, когда вы шаг за шагом делали поступательно, возможно, если это была работа, да, какая-то вот рутинная работа, постоянно вкладывались, делали это, вот я могу сказать, с огромной любовью, то есть для вас это было достаточно ценно, если речь идет про отношения то вы вкладывались вам казалось что ваше отношение развивать допускать достаточно медленно сказать достаточно приземленно как-то как будто бы было совместное проживание дали вы хотели как-то совместного проживания вот здесь была какая-то бытовуха да то есть обыденность и и вы вкладывались вы вкладывались и здесь вот прям знаете достаточно если надежды да вы как будто бы надеялись здесь есть некое терпение очень долго ждали не просто так здесь вы терпеливо это делали здесь как будто бы какая-то вера была да вот я это делаю я знаю что один день это мне обернется в лапу все получу результат который хочу кучу что складывали складывались но не получилось то есть как говорится нашла коса на камень достала уже вот здесь иногда бывает такое вспомнилась я читала в инстаграме на тот момент когда если вам каждый каждый раз говорить одно и то же одно и то же в какой-то момент у вас появится реакция это как у детей у маленьких детей но и но и но и даже как бы ты не любил своего ребенка всегда реакция вот на это ночью она будет негативная вот и что-то такое вот произошло хорошо это были предпосылки до того что с вами произошло сейчас я это от адрена и мы с вами и мы с вами посмотрим вот вы находитесь данной ситуации наверняка здесь 40 что будет если вы вас есть два варианта выберите вариант а ого и что будет если вы выберете время б и так значит вариант номер один если вы выбрали вариант номер один ваше ожидание ситуации на ну во-первых здесь сразу впадает примирение а здесь будет примирение здесь будет успокоение здесь вариант того что все как-то знаете вот гармонизируется все успокоится устаканивается потому что здесь есть любовь да здесь есть чувство здесь вот прям все будет хорошо я готов тебя типа принять обратно здесь такое будущее это ваше ожидание а что будет в реальности а в реальности будет расставах так интересно я смеюсь не потому что ваша ситуация да я понимаю что наверно слишком эмоционально больно но как карта рассказывает то есть я ожидаю одного кубка до кубка грали в тузе кубков а вместо этого получу 8 кубков да вместо этого будет расставания то есть как бы сложно не было оставать оставлять позади то что я очень люблю то что мне очень нравится на сожалеть все равно здесь будет уход здесь возможно расставание посмотрю от чего будет уход от развития уход от дальнейшего развития и здесь будет человек либо вы кто-то из нас пойдет в новое здесь не будет дальнейшего продолжение ну прям как и четко сказать давай даже ничего а чтобы способствует реализации варианту а то есть уходу этому разочарование разочарование знаете вот огорчение слезы утрата потому что здесь хочется сказать что как будто бы вот это вот бытовая жизнь она послужила тому что не было уже вот этих вот мне кажется что здесь если первый вариант был про профессиональную сферу здесь больше кому-то про лично как будто бы вот там слишком много было бытовой жизни вашей ситуации и вот это вот серость обыденность она как будто бы вас съела да то есть скучно уже как-то и не совсем интересно и как будто бы постепенно здесь было ощущение некой такой привычности да то есть не привыкли уже друг другу вроде бы чувств как будто бы нет но у вас есть у партнера я не вижу вот но сожалею о том что вовремя не сказал то что когда-то должен был сказать ну здесь будет утрата вот это вот знаете сколько горечь того что знаете вообще-то жалко вот жалко столько много вкладывался столько много всего было жалко жалко это теряет даже не потому что жалко как-то потерять человека а свои какие-то силы какие-то здесь идет как будто бы свои какие-то вклады и жалко картинка такая диода для женщин вроде бы платье уже как-то вышло из моды и надо как-то его отдать либо выбросить что-то с ним сделать жалко на против еще хорошие что-то не не изнасилует до конца ну просто не в моде ну и что до оставить как-то могу здесь вот почему-то идет у меня такая знаете радость непонятная на эту позицию да хотя здесь история достаточно такая болезненная неприятная но вот ощущение вот это вот какой-то смешно да смешно как это все происходит как будто бы действительно игра мега игра но способствует разочарование кто в чем разочаровался я посмотрю но в том что шанс потери в том что шанс потери оператор в том что уже действительно знаете ничего исцелить нельзя ничего изменить уже нельзя вот какая-то безысходность все изжилось себя ситуация уже изжила себя то еще что можно было из нее выжить вы уже выжили какие уроки вы должны были получите вот в этой позиции в этом варианте да а если бы вы его выбрали на 10 урок какой-то знаете хитрости не выстраиваете отношения давайте все-таки продолжу отношения потому что ну если это допустим ваша ситуация не про отношения либо смотрите первый вариант ли муж как-то на себя сами приворачиваю то что мне идет ощущение что здесь все-таки про отношения как как какой урок не выстраиваете отношения на обмане да то есть если вы хотите вступать в отношения вступаете не нужно вступать в отношения так чтобы как-то звучит допустим свои раны прошлого не нужно выстраивать на отношения на какой-то лжи то есть ну типа я не уверен что ты мне нужен но коль уже это случилось пускай это будет здесь какая-то хитрость и обман когда вы обманывали себя в своих чувствах возможно здесь вы обманывали в чем был обман ну в том что знаете ситуация это была изначально какая-то мутная непонятная и неизвестно зачем и для чего вы вошли в эти отношения вот и и было тяжело и здесь вы скорее всего обман был заключался в том что когда было тяжело надо было и поставить когда точку они придумывать себе того чего нет вы этого не сделали здесь урок окраски на будущее вам в этом то есть если вы чувствуете тяжело либо вы решаете эту задачу либо вы бросаете ставите в точку идете дальше то есть в отношениях не должно быть каких-то сложностей почему потому что отношение все-таки это взаимодействие двух людей и если личности зрелой то они как правило не договариваться то есть какие бы трудности сложности не было не были всегда можно договориться с человеком при условии когда есть желание обоюдное а коль не было обоюдного желания то и о каких отношениях мы вообще говорим да то есть вы здесь я вижу вкладывались в отношениях по крайней мере мне так показывают надеялись что все будет хорошо что возможно приведет к браку либо совместному жительству проживанию а не было этого и вы это видели да вы это прекрасно видели то есть но занимались как-то самообман почему вот вы занимали самообман потому что были надежды да потому что на что-то надеялись где-то как-то вам казалось что возможно знаете здесь еще что здесь идет единение как-то ваша душевность с этим человеком на уровне ментала у вас связь была с этим человеком на ментальном уровне здесь очень глубокая связь и вы не могли ее легко разорвать и сейчас вам будет нелегко это сделать даже вы можете физически вместе с этим партнером но на ментальном уровне связь она не разрывается вас было ощущение либо вы приняли такое решение о том что это ваш человек ваша как будто бы до родная душа какой-то вот ваш идеал либо вы идеализировали этого человека как-то знаете на него проецировали то что не было то что вам хотелось бы в нем видите то что в нем не было на самом деле вовремя не приняли решение здесь очень здесь действительно какие-то кармические уроки сейчас мы не будем разбираться но урок принципе связан непосредственно с обманом самого что вы если вы выберете вариант номер два ваше ожидание вариант номер два здесь я предполагаю что наверно вы выбираете до что он вернется а здесь если вы уйдете при умножении ваши ожидания что все пойдет хорошо что и дальше вы будете жить прекрасно развиваться до что ситуация то она изменится что вот из этого разрыва да вы смогли сделать какие-то выводы и взять вот это вот самое ценное самое нужное самое важное и посеять на семена здесь знаете яблоко разделено пополам и кукла она берет вот эти вот семена эти семечки и сажает их новые горшки чтобы выросли новые плоды здесь ощущение того что я вынесла уроки которые должна была вынести из этих отношений и уже в новых которые будут выстраивать они уже будут действительно такие материальные прагматичные без каких-то приукрасов здесь такое ощущение что человек действительно повзросел до вынес какие-то уроки и они пойдут ему на пользу на то есть вот ваше ожидание что все будет хорошо в контексте того что я смогу построить новое отношение достаточно зрело я уже не буду совершать тех ошибок мне уже легко не будет обмануть и я сама себя главное не буду обманывать здесь действительно человек по энергетике на вырос и стал взрослым взрослым нормальным человеком это ваше ожидание что будет в реальности самое интересное а в реальности в реальности знаете будет прорыв какой-то знаете очень такой интересный из из той ситуации до из того привычного образа жизни в котором вы были да если вы будете следовать именно каким-то своим идеям вы еще ощущение того что вы еще больше вырастите да точно выросли здесь королева эмоций мягкость вот если смотрите ваше ожидание что вы будете таким знаете тяжелым прагматиком да как будто бы я все рассчитываю все просчитывание то что это от ума а это вот естественный да какой-то вот процесс мать рожает детей потом воспитывает из какая-то тяжесть в этом все а у вас будет совершенно другое то есть в реальности у вас будет вот это вот мягкость чувствительность вы действительно на другой на такой уровень сможете снова полюбить сможете снова себя наполнить свои кубки эмоциями как будто бы за какой дерево идете здесь чему нужно следовать хочется спросить за новым да прям карты говорят восьмерка эмоций как называется новизна идите за новым идите наполняйте свои кубки а в другом месте как говорится клин не сошелся на этом императоры ваша на видите в новое место совершите прорыв т.е.ще не будет мне кажется здесь такое ощущение что реальность она будет намного лучше того что вы ожидаете то есть если в первом варианте вы ожидаете лучше намного хуже к здесь наоборот здесь реальность она будет намного лучше на состояние радости состоянии праздника, новизны, обновления, вот вы почувствуете снова жизнь, вкус, прям вот здесь вот прет, прет, меня упрет, я как будто бы на каком-то источнике в фонтане, меня аж прям фонтанировать, то есть вам кажется, что будет все, по полочкам разложил, все понятно, все ясно, так достаточно приземленно, а будет иначе, будет намного лучше, если вы будете следовать, вот как-то, пойдете за новым, вот пойдете за новым, и просто доверитесь этому новому, чему бы оно, ничего бы оно не касало, что поспособствует реализации, да, вот этой вот новизны вашей движения, да, все, как ты говорила, движения, здесь был колесничий, колесница, а здесь семерка, семерка огня, это движение здесь, что поспособствует, знаете, вот здесь ощущение, да, как следобыт, который идет и собирает эти пазлы, просто двигайтесь вперед, причем, самое интересное, что на своем пути, он идет, каким образом, значит, есть, вот смотрите, не знаю, насколько видно, да, есть две спички, то есть, два потенциала, некого, да, который он уже зажег, у куклы за, вот так, чтобы не отсвечивала, за спиной, есть рюкзак, в котором есть свечки, единственное, что нужно ему просто двигаться, да, то есть, вот эти отгорят, он уже зажег новую, это за, перестанет гореть, да, у него в руке другая, то есть, у него есть даже еще запас, достаточно просто зажигать эти свечки, двигаться вперед, и путь, он будет всегда освещен, то есть, здесь не нужно как-то вот предлагать, вам не нужно ничего делать для того, чтобы найти новое отношение, для того, что снова влюбиться, да, ну, либо, как минимум, проживать свою жизнь в удовольствии, наслаждении, даже если и без партнера, ну, просто двигайтесь вперед, и жизнь вам сама будет преподносить то, что вам нужно, то, что вам необходимо. Какие уроки, какой урок вы должны получить, если выберете вариант В? Сохранение. Четверка энергии. Карта говорит о том, что какой урок? Боже, здесь такое ощущение, что, знаете, наступает какая-то зима, что вот мне надо сохранять то, что не имеет для вас уже какой-то ценности, то, что не зажигает вас, то, что не дает вам какой-то жизни. Здесь даже силу бедной куклы, она уснула, нету, для того, чтобы зажечь эту спичку, и чтобы огонь в бутылочке здесь, который есть, чтобы он разгорелся. То есть, знаете, сил нету, даже руку поднять. Здесь вопрос не вленья, а здесь вопрос в том, что нету ресурсов. То есть, урок ваш был, что вот в этих отношениях, вообще я во всех отношениях, да, то, что я говорила ранее, да, взаимодействие должно быть легко, то есть вы должны возгораться, у вас должна быть эта искра, то есть вам должно хотеться, вы должны радоваться, не то, что терять вот эту энергию, на то, чтобы как-то что-то преодолевать, что-то кому-то доказывать, что-то кому-то объяснять, ждать. Нет, чтобы процесс вот именно взаимодействия, огонь, когда разжигается, да, когда вспыхивает, когда есть ветер. Ветер – это стихия, как раз-таки, коммуникации, общения. Огонь – это движение, это желание, это жизнь. Когда она есть, когда есть общение, когда есть обмен, когда есть коммуникация, А когда этой легкости, когда этого ветра нету, то что у нас получается? У нас получается земля, и у нас получается здесь копки. То есть огонь потухает, да, вот эти вот эмоции, они перестают быть. То есть в отношениях должны быть эмоции легкие. Не должно быть вот это вот огорчение, сожаление, там, обиды. Ну, что-то придумал, обидел, блин, я только уже подумал, мне уже тяжело стало. Вот это не должно быть. Вас должны, вас учили этому, да, что если что-то не нравится, можешь решить, реши, можешь здесь поговорить, поговори, не можешь, оставляйте дальше. То есть не сошелся клин на этом операторе, повторюсь еще раз, не надо сохранять то, что вам уже не нравится. Восьмерка ума, да, пути карты, как говорит, как раз таки пути. О том, что есть и другие возможности, не надо так сильно переживать, не надо так сильно привязываться, то есть умирать из-за того, что вас не выбрали. Да, ради бог, еще неизвестно, кому повезло, да, вам либо повезло тому человеку, да, что вы ушли, и он тоже может свою жизнь как-то заново устроить с тем человеком, который ему подходит. И тем самым вы освобождаете пространство для себя, для чего-то нового, и уйдя, даете ему пространство, чтобы он тоже нашел того человека, который будет подходить ему, да, и здесь все будет гармонично. То есть здесь пути, вам нужно идти в новое, попробуй, идите в новое, не привязывайтесь, есть разные варианты. И вот выпадает императрица творчества. Смотрите, здесь очень интересно, в прошлом, да, вы хотели, вы стремились прийти к императрице, к человеку, да, который находится в статусе. И здесь в уроке, в конечном итоге, только в колоде театр-пупол императрица называется творчество, вы придете к творчеству, да, к созданию того, что вы хотите. Если для кого-то даже важно будет рождение ребенка, да, будет и рождение ребенка, если нет, то возможно рождение каких-то новых идей, создание чего-то нового, да, возможность раскрасить мир такими, создать то, что вы хотите, раскрасить с теми карасками, которые вы посчитаете нужны, то есть создать те отношения, которые вы посчитаете нужны, и так, как вам было бы хорошо, а не так, как хорошо другому человеку. Вот такой здесь урок был. Я же прямо сказала, на одном дыхании вот этот вот второй вариант, у меня этот, я как будто бы на лошади скакала. Голову моего рука, быстро, 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 да, то есть если первое было уныние, поэтому, наверное, я и в варианте, номер один, ну, в варианте А вашего выбора, и у меня было вот это вот ощущение, ну, такой, знаете, улыбки, радости, что не выбрали вас, ну и фиг с ним. Ваши жизни ожидает тоже хорошие вещи, главное, и заметить, и позволить себе их получить. Вот такой вот расклад был у нас, я благодарю вас в этот раз, на самом деле, за то, что благодаря этому раскладу, благодарю Елену и Тату, я взяла эту колоду, да, чтобы мне не поменялось, что прекрасно она говорит простым, понятным языком, да, пускай нету такой духовности, но и не важно, в принципе, я ее могу найти где угодно, в любой колоде, но вот эта колода такая, достаточно простая, приземленная, да, зря я наговаривала, хочется извиниться, вот, и если бы не вы, я бы, наверное, эту колоду не взяла в практику, поэтому в этот раз я благодарю вас за ваши идеи и за возможность сделать для вас этот расклад. Жду в ваших комментариях, напоминаю, что пятничная акция будет на этой неделе, и я помню, что я обещала, что буду расплавлять обычный расклад таким достаточно философско-психологическим, на новой неделе я подумаю об этом таком раскладе, что-то у меня в голове такое крутится, не знаю, насколько вам понравится, посмотрим, а я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока-пока.